Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Предлагаю вашему вниманию свое интервью с Константином Боровым. Позволю себе сделать небольшую преамбулу. Это интервью вышло на канале Константина Борового несколько дней назад. Если его там посмотрели, то здесь ничего не поменялось. Это то же самое интервью. И уже в комментариях на канале Константина Борового было высказано несколько вопросов, на которые считаю необходимым ответить сейчас, прежде чем я вам покажу это интервью. Во-первых, я употребляю фразу «фашизм» в хорошем смысле этого слова. Фраза почему-то всем режет слух, и я хочу объяснить, что я имею в виду. Большинство людей, живущих в России, считает, что социализм – это была хорошая идея, просто неправильно сделана. Для них социализм – это не та жуткая философия, которая обрекла на смерть сотню миллионов людей от рук своих государств в мирное время за последние сто лет. Для них социализм – это прекрасная философская идея, которую немножко неправильно исполнили, но нужно сделать заново, чтобы получилось хорошо. Вот это вот социализм в хорошем смысле этого слова. В таком же смысле я имею в виду фашизм. То есть с точки зрения людей, которые были идеологами и создателя фашизма, а это итальянцы, и фашизм – это итальянское слово, итальянское изобретение, для них это была прогрессивная, прекрасная идеология, которая облегчит мир от своих страданий и создаст новое прогрессивное общество. Никто из них и в мыслях мечтать не мог об газовых камерах, об украинских и польских рвах, забитых миллионами евреев. Это все получилось как последствия этой идеологии. Не существует ни один человек, который сейчас мне будет доказывать о том, что фашизм – это классная идеология, давайте попробуем сделать заново. Но существует масса людей, которые будут с пеной рта, как здесь в Америке, так и в постсоветском пространстве, доказывать мне, что социализм просто не получился, давайте попробуем сделать заново. Когда я говорю фашизм в хорошем смысле этого слова, это то, как о нем мечтали отцы-создатели, в том числе мой очень уважаемый Джиаванни Джентилле, чьи работы мне довелось читать, а не то, из чего это получилось. Следующий комментарий, который я хочу сделать, как и все мои интервью, я не буду переубеждать или спорить со своим гостем, я дам ему возможность ответить на мой вопрос так, как он считает нужным, и я не буду вставать с ним в противоречие. Это моя журналистская позиция. Поэтому есть момент в этом интервью, когда Константин Боровой говорит об его отношении к Навальному, какое его отношение вы видите в интервью. Я просто хочу сказать, что я не разделяю мнение Константина Борового по этому вопросу, как и многим другим в том числе. Это не значит, что он не прав, а я прав. Это значит лишь то, что у него есть свое мнение, которое может быть абсолютно справедливое, может быть и нет, отличающееся от моего. Все, что это значит. Я не буду перебивать его на канале и доказывать ему свою точку зрения, потому что у нас, подчеркиваю, не дебаты, а у нас интервью. Я даю возможность своему гостю высказать свою точку зрения. И последнее. Есть место, в котором Константин Боровой сделал техническую ошибку по поводу количества людей, просмотревших видео Навального «Дворец Путина». Я подозревал во время ролика, что он сделал эту ошибку. Опять же, по тому же самому принципу, я не буду доказывать во время интервью свою правоту. Я проско, в данном случае подставка для микрофона. Так я считаю должным себя вести объективный журналист, который пригласил к себе человека для интервью. Без всяких задержек предлагаю вашему вниманию интервью с Константином Боровым. Большое спасибо за то, что вы нашли время. Мы поменялись ролями. Я хочу поговорить с вами не о вещах, происходящих сегодня, а о более фундаментальных вещах. Мне чрезвычайно интересно ваше мнение. И хочу задать первый вопрос такой. Предположим, в какой-то такой альтернативной реальности бы была развилка в истории, когда к власти мог прийти не Путин, а, допустим, Немцов. Это что-то бы поменяло сейчас? Нет, это не поменяло бы, потому что Путин был заложен с самого начала. То есть вот совсем очевидно присутствие Путина, так сказать, виртуальное присутствие Путина в виде Примакова, там имперцев, империалистов разных, очевидно с 1994 года, когда 24 июля 1994 года Ельцин под давлением своего окружения подписал указ о восстановлении конституционной законности на территории Чеченской Республики. Это начало имперской войны. В окружении Ельцина было очень много чекистов, имперцев, империалистов, там, такие, как националистов. А вице-президент, ну, правда, в 1994-м его уже не было, Рудской, он был избран, он был депутатом, он был избран от общества память. Это структура, созданная КГБ, еще в 89-м году, в 88-м, антисемитская, имперская, националистическая, там, создана вместе партии РНЕ. Русское национальное единство, это люди, которые ходили со свастиками, так, без глупостей, просто одевали повязки со свастиками и ходили по улице. В 91-м году, когда произошла, так сказать, революция, вот, подавлен был этот ГК ЧП, началось строительство демократии. Но большинство людей, вот, в окружении Путина, во властных структурах, они были сторонниками того, что потом назвал Сурков суверенной демократией. То есть, не превращение России в колонию Запада, энергетическую колонию Запада. И вот, если вы знаете, эти залоговые аукционы, это вот та самая идея. Я, Гайдар Егор Тимурович, мы выступали очень громко в прессе за открытую экономику, за допуск иностранных компаний на рынок. Вот, это встречало, ну, просто сопротивление. А меня называли, знаете, у нас было две группы, такие рыночные, биржевые. Вокруг бирж сформировалась экономика. Одна из них, биржа крупная, называлась Московская товарная биржа. Ее создали комсомольцы. А, значит, Центр НТТМ, если вы знаете, что это такое, ВЛКСМ. Вот. И группа, ну, более мощная, более обширная, вокруг российской товарной биржи сформировалась. И вот нас называли компрадорской буржуайшей, продажной, потому что мы допустили, ну, то есть, совершенно невероятный допуск на российскую биржу иностранных брокерских компаний. Вы представляете, какое предательство? Рудской, ну, многие, все выступали за то, чтобы не допускать на рынок. Западные компании, собственно, были две модели, одна модель, вот эта, балтийская, полная открытость рынка, и модель российская, украинская, кстати сказать, которая финально приводила, ну, к такой олигархической структуре экономики и власти, соответственно. цепочка получается следующая. Была протекционистская модель экономики, которая привела к олигархическому, ну, мне не поднимается рука сказать, капитализм, к олигархическому строю, который, в свою очередь, привел к шовинистскому националистическому обществу и государству. Без деталей все так. То есть, я перефразирую свой вопрос, а хочу все-таки услышать ваш комментарий. Я считаю, что Россия является классическим, в хорошем смысле этого слова, фашистским государством. Вот, практически мало чем отличающимся от Третьего рейха. Есть, естественно, нюансы и детали, но в общем и целом экономика полууправляемая государством. Единственное, чем она отличается, Третий рейх не был настолько коррумпирован, вообще не был коррумпирован. В России уже процветает коррупция. Это, пожалуй, наверное, единственная существенное отличие. То есть, это Третий рейх с наносом таким примесью азиатчинки. Вот, но по сути, это фашистская страна, которая не могла долго находиться в своих границах и начала захватывать соседние страны, ну, под теми же предлогами, которые начал захватывать соседние страны Третий рейх. И вот вопрос, который меня, я думаю, многих мучает, это системная ошибка или не ошибка? То есть, это так система была заложена или так не повезло? Это было системно заложено с самого начала. Связано это было в большей степени с ментальностью людей, которые пережили вот эти там 75-77 лет советской власти, передавали из поколения в поколение некие установки. и это было заложено изоляционистская модель противопоставления себя всему остальному миру. И Путин, просто я напомню вам, он появился в начале в форме одного из руководителей КГБ Евгения Максимовича Примакова в 95-м году. Я был уже депутатом в 96-м. Он пришел в Думу докладывать свою модель мира, вот этот многополярный мир, бывший руководитель КГБ. Понимаете? И мы с ним, вот так получилось, мы с ним вдвоем спорили, это было закрытое заседание. Я, как депутат, кричал, что это деградация, это конец, а он говорил, нет, это возрождение России, это превращение России в полюс, международный центр. Вот, и мы таким образом избавляемся от второстепенной роли на мировой арене. Мы будем диктовать миру свои условия. Вот, насчет коррумпированности вы просто забыли, наверное, рейх был коррумпирован чрезвычайно, коллекции, финансовые ресурсы накапливались отдельными представителями, руководителями рейха, картинные галереи, которые потом изымались именно у них. это коррумпированность, это признак социализма. А, ну, то есть, ничто нам не чувствует. Наверное, вы правы, да, вы правы. Но это как раз, какой год это был, помните? Это 96-й, В общении с Примаковым уже звучала идея о необходимости сохранить Россию как альтернативу Западу, как двухполярный мир, и все то, что говорит сейчас Путин. Да. Я вместе с Андреем Козыревым, это министр иностранных дел России, мы создали такой фонд внешней оборонной политики. Я, как президент крупнейшей биржи, был сопредседателем этого фонда. В работе фонда принимали участие сторонники демократии, рыночной экономики, но мы допустили туда и империалистов. Вот, может быть, вы знаете такую фамилию Караганов, Затулин, Андроник Мигранян, это такие русские националисты. И пусть фамилия Мигранян вас не путает, это полноценный русский националист имперец. Вот, и они постоянно спорили с нами и меня называли тоже компрадорской буржуазии, продажной компрадорской буржуазии, и Козрева называли космополитом. Вот это слово, которое часто звучало по отношению к тем, кто выступал за открытость России. Вот, и, но разговоры о вот таком устройстве, они начались сразу вот сразу после победы над ГКЧП, значит, мы, биржа, очень активное участие приняла в победе над ГКЧП, над КГБ, это было 19 августа, 91-го года ГКЧП, 21-го августа, они уже полетели, все члены ГКЧП, Форос, Горбачеву извиняться, а 25-го августа мы проводили такой, ну, я бы сказал, либертарианский митинг перед Белым домом, и требовали отстранения коммунистической номенклатуры, отстранения запрета КПСС, суда над КГБ КПСС, и после этого я встретился с Александром Рудским, вице-президентом российским, который мне сказал, Костя, мы победили, чего ты хочешь, все хорошо, но было нехорошо. В это время премьер-министром был Силаев такой, советский зубр, знаете, который меня ненавидел за то, что я какую-то рыночную экономику делаю, нарушаю деятельность госснаба своей активностью, вот, все началось сразу, просто вот в тот момент, как победили ГКЧП, и появилась возможность развития, ну, вот, по балтийскому, по балтийской модели. Вот, в этот момент все было повернуто в сторону изельзанистскую, тяжелая советская ментальность, которая, ну, и стала причиной, вот, там, сначала победы этих империалистов еще задолго до Путина, на выборах, на честных выборах, а потом победа Путина, честная победа в 2000 году, а потом начался другой процесс, тоже очень важный, очень сильный, попытка удержать власть вот этой группы чекистов, понимаете, очень эффективным оказался инструмент в 99 году, когда эти циники начали взрывать дома, начали вторую чеченскую войну, и народ до икоты был напуган и прижимался к так называемому сильному лидеру, Путину. у Путина был рейтинг в сентябре 90, в сентябре 99 года, 0, он был директором ФСБ, потом премьер-министром, 0, после того, как были проделаны вот эти акции, связанные с началом войны, а потом одновременно со взрывом домов, народ был напуган, да, и готов был голосовать за сильного лидера, военного или чекиста, там еще были взрывы в метро, ну, то есть, пугали очень серьезно народ чекист. Говоря о Путине, ну, я точно не большой любитель его талантов, но, тем не менее, мне кажется, и заставил людей его недооценивать. представляется он, как действительно очень каризматичный и очень прагматичный, сильный лидер. То есть, все, представляя о нем, как они доумки, мне кажется, сформированы части им, части его персонажем, вот здесь, на Западе, а на самом деле, это достаточно серьезный враг. Вы согласитесь с такой оценкой? Или я переоцениваю Путина? Ага, чуть-чуть переоцениваете, дело в том, что эта технология, мы, ну, я там, многие, там был семинар такой, КГБ вчера, сегодня, завтра, почти сразу, после 91-го года, мы изучали этих людей, КГБ, там были гранты даже специальные по этому поводу, они очень технологически в своей работе, они очень похожи на муравьев, вот, это всегда коллективный труд, вот сейчас, изучая пропагандистскую кампанию, я вижу, насколько многочисленны и насколько экспертированы аналитические группы, которые занимаются пропагандой, прогнозированием процессов, и это было с самого начала, КГБ концентрировано собирало вот этих экспертов, специалистов, они не гнушались при очевидной их такой антисемитской направленности, они не гнушались привлекать евреев, таким образом в их структурах, так сказать, ну, сформировалось даже интеллектуальная такая среда, вы знаете, в окружении Путина сейчас несколько евреев, а экспертированность, мудрость Путина это результат работы экспертных групп, очень многочисленных и очень направленных на такую исследовательскую работу. То есть, это не персональные качества, это результат работы команды. Это и персональные качества, но в большей степени, конечно, команды. Ну, за исключением вот конкретно вас, с коей мне судьба дала возможность познакомиться достаточно хорошо, я благодарен и судьбе, и вам за это, вот, я пока не нашел из российского общественности людей, которые так или иначе разделяют традиционные либеральные взгляды. Поэтому несколько вопросов на этой почве, если позволите. Сейчас, секундочку, я вам объясню, может быть, вы этого не знаете, это знают все в Европе, в России, существуют различия в терминологии, либеральные в Соединенных Штатах, это все-таки левый, социалистический, либеральный в европейском контексте и в российском, соответственно, и это больше либертарианский, хотя феномен российских левых либералов, он известен, и они, ну, это очень специфическая категория людей, которым удается одновременно сотрудничать и с Путиным, и с Байденом, быть лидерами общественного мнения, лидерами оппозиции и разрушать эту оппозицию, когда это нужно Путину. Я вам должен сказать, что вот это было, был такой показательный случай, когда начались взрывы домов, когда началась Вторая Чеченская война, начинались взрывы в метро, я провел пресс-конференцию в Думе как депутат, и были свидетели из спецслужб, которые подтверждали, что ФСБ взрывает дома и пытаются привлечь к этой работе, скажем, вот этих двух экспертов из ГРУ, это военная разведка, и меня поддержала только Валерия Ильинична Новодворска. Ближайший мой соратник, сопредседатель партии, тогда я был председателем партии экономической свободы, он отказался поддерживать это, потому что, как он сказал, это невозможно, чтобы Путин взрывал дома. Меня попросил о встрече Борис Абрамович Березовский, который через несколько месяцев после этого с Литвиненко издал книгу ФСБ взрывает Россию, но тогда он меня начал просто убеждать, что я ошибаюсь, что Владимир, совершенно управляемый человек, ко мне подошел Анатолий Собчак, который у Путина он числился как учитель Путина, такой Собчак он был, Анатолий Александрович Собчак, он был таким статусным демократом, и он начал мне объяснять, что я ошибаюсь, что вероятнее всего на меня воздействует агентура Примакова, я ему рассказал об этих свидетельствах, что у нас единственная надежда на приход к власти Путина и сохранение соответственно демократии. Борис Ефимович Немцов крутил пальцем у виска и очень громко кричал, что мы с Новодворской сошли с ума, что в результате наших действий к власти может прийти Зюганов, это коммунистическая партия, или Примаков, и они нас повесят на Красной площади. Мы были не просто в одиночестве, а мы оказались в вакууме. Понимаете, так это недолго продлилось. Владимир Гусинский, который сообщил мне, что поскольку у меня такая непатриотическая позиция, он больше не сможет меня допускать ни на Эхо Москвы, ни на НТВ, сла избирательная компания. Вот. Значит, через некоторое время его журналисты обнаружили, может быть, вы слышали, рязанский сахар. В Рязани жители одного из городов, это уже шли взрывы домов, обнаружили, что к ним в подвал заносят мешки с какой-то белым содержимым. И они вызвали МВД. МВД взяла анализ, арестовала тех людей, которые это делали, это были сотрудники ФСБ, те, которые износили мешки, определила, что в мешках гексоген, это мощное очень взрывчатое вещество. Директор ФСБ тут же выступил и сказал, что НТВ распространяет ложную информацию, это никакой не гексоген, это специальное учение по защите граждан России, и это сахар. И вот этот рязанский сахар, это такой термин, который обозначает хитрожопых ФСБшников, которые готовят взрывы, но говорят, что это значит не взрывы, а что-то другое. Лакмусовой бумажкой проверки на вшивость были взрывы организованы ФСБ для поддержки рейтинга Путина. и из всех лидеров общественного мнения, которые до сих пор не поменялись существенно, всего лишь два человека, вы и Новодворская, имели гражданское мужество сказать об этом слово. Всем остальным было не нужно, либо неинтересно. Либо они просто не верили в это, либо они просто надеялись на то, что, как говорил Собчак, он не КГБшник, Путин, он сотрудник разведки, это интеллектуальная элита. Я смеялся на то, чем говорил мы, что он именно ФСБшник, этому есть доказательства и никакая не элита. Многие, ну, выбор был небольшой, понимаете, когда Ельцин сделал ставку на Путина, это же решение семьи было, потому что победить на следующих выборах Ельцин не мог. У него рейтинг был на уровне нескольких процентов и пропаганда уже включена была. В девяносто девятом году, если вы помните, Примаков повернул свой самолет, летел в Соединенные Штаты на переговоры и началась операция НАТО в Югославии, он прямо в воздухе над Атлантическим океаном приказал повернуть самолет и вернулся в Россию, отказался от переговоров с Соединенными Штатами, это была такая демонстративная акция. В Югославии против НАТО выступали добровольцы, очень много российских добровольцев, и Россия поставляла туда самое современное оружие из того, что было, и там был сбит стелс, если вы помните, вот, и империалисты российские, ну, так сказать, не только говорили об этом, но и действовали. война с НАТО началась вот в 99-м году. Как вы относитесь, говоря, лидерах общественного мнения, лидерах общественного мнения к Навальному? Это провокатор, провокатор ФСБ, который очень активно действует, действовал с 2010-го года, разрушал направленно оппозицию. Это один из тех, кого создало, собственно говоря, КГБ, ФСБ, один из лидеров русского марша, такое националистическое, совершенно позорное явление в России, антисемитское. Я, чтобы долго, так сказать, не углубляться, скажу вам, чем сейчас занимается фонд борьбы с коррупцией. Он занимается, вот такая Мария Певчих, она недавно сделала сообщение об этом, они занимаются коррупцией при производстве в России ракет, больших ракет, ну, которыми бомбится Украина. Вот это главная проблема, которая сегодня волнует фонд борьбы с коррупцией. Значит, Навальный выполнял постоянно задания ФСБ. Вот то, что произошло отравлением, это оно произошло в результате его активной деятельности в Новосибирске, в Омске, Томске, где он проводил кампанию о мафиях, которые занимаются строительными работами в регионах. Дело в том, что, когда губернатор Фургал в Хабаровске за несколько месяцев до этого попытался перевести бюджеты с компанией, владельцами которых были московские чекисты, на местные компании, владельцами которых были местные чекисты в Хабаровске, а его предупредили, что, если ты это попробуешь сделать, тебя посадят, мы тебя посадим. Он это сделал, они его посадили, арестовали, во всяком случае, и в Хабаровске начались протесты, очень мощные, они финансировались местными компаниями, они длились несколько месяцев, и чтобы такое же не произошло в Новосибирске, в Омске, в Томске, была предпринята акция дискредитации местных строительных компаний. Навальный ездил по этим регионам, задавал вопросы провокационные совершенно, у него была охрана, он об этом сам говорил, что он понимает, что это очень опасно связываться с местными мафиями, как он говорил, хотя это были те же чекисты местные. И они его отравили, но никакого новичка там не было, конечно. Разработчики новичка сказали тут же, что если бы они, если бы против Навального использовали новичок, то погибли бы в самолете все. Навальный с начала войны в Украине не сделал ни одного заявления по поводу этой войны. А его технологически, он очень полезный, важный инструмент в руках Кремля. Его использовали для ликвидации оппозиции. Вот те митинги в 19-м году, которые собирали в Москве 200 тысяч участников, они вдруг прекратились. и прекратились они в результате действий, ну, в том числе и Навального. Понимаете, это очень ценный агент, которого таким образом как бы посадили в тюрьму. А на самом деле его просто изъяли из активной политической деятельности для того, чтобы ему не нужно было антипутинские заявления делать. Константин, я слышу, о чем вы говорите, но у меня как бы не укладывается. То есть, тот фильм, который он снял о дворце президента Путина, который просмотрел там чуть ли не 100 миллионов человек, который очевидно наносит политический урок. Полтора миллиарда. Уже фильм посмотрели полтора миллиарда. Тем более. Это накрутка, никто ничего не смотрел. Это политика, фильм на русском языке. Ну, вот это вы неужели не понимаете, Сергей. Полтора миллиарда на русском посмотреть не могут. Если цифра полтора миллиарда, то это странное. Да, это фейк. Если вот завтра он умрет в тюрьме, вы тоже будете продолжать говорить, что он агент, который умер ради чего? Он не умрет в тюрьме. Понимаете, объем информации о том, что это фейк. Вот его заключение в тюрьме. Колоссальный. Люди, которые знакомятся с этой информацией и продолжают утверждать, что Навальный действительно сидит в тюрьме, это люди, которые хотят, чтобы это было так. Переубедить их очень трудно. Недавно я в Украине там сидит такой Борис Стамахин политической эмиграции. Он просидел в российских тюрьмах 12 лет. У меня было с ним недавно интервью, я его спросил, это возможно то, что делает Навальный в карцере вести блог и не в карцере и после того, как эти начальники тюремные говорят, что мы ему запретили, а он просто сообщает об этом в блоге, что мне запретили, но вот я веду. Так вот, Борис Стамахин сказал, это невозможно никак, никогда. Это фикция, это фейк, который продают публике задешево, так сказать. На сегодняшний момент мы с вами выяснили, что практически не существует лидеров общественного мнения готовых привести Россию к нормальной либеральной демократии. Ничего общего с тем, что они называют либеральной демократией, это не имеет. Также вы утверждаете, что единственный лидер хоть какой-то оппозиции, ну какой-то это и не лидер, и не оппозиции. Простите, тогда назревает вопрос, а какие перспективы? Никаких. Понимаете, сознание советского человека отравлено, и каждый человек, который вышел из этой среды, у него на лбу стоит это клеймо, и ничего с этим сделать нельзя. Он так думает, он это аргумент, который я довольно часто использую, что советские люди, которые попадают в нормальную среду демократического общества, они становятся предпринимателями, становятся рыночниками, это правда, но клеймо это, оно остается, остается, и оно проявляется, ну в каких-то неожиданных вещах, оно проявляется в условиях в России, оно проявляется как вот имперское мышление, имперское агрессивное такое мышление, которое позволяет Путину, опираясь на народ, проводить свою политику. Сегодня Путин так сказать, рейтинг теряет не потому, что вот он что-то делает там концептуально неправильно, а потому, что он неуспешный, ему надо было эту Украину победить, захватить, и мы с вами знаем, что желание, чтобы Путин захватил эту Украину, подчинил себе, оно не только в российском народе, есть силы даже в Соединенных Штатах, даже очень влиятельные, которые хотели бы, чтобы Путин захватил Украину, которые хотели бы, чтобы он подчинил себе Украину, и возникла бы ситуация спокойствия, стабильные поставки энергоносителей дешевых, бензоколонка работала бы исправно, там, газ, нефть, другое дело, что он пошел бы дальше, он пошел бы на Берлин, и они это, по-моему, Блинкен этого не понимают, когда говорит, обращаясь к Конгрессу, что не, как же он это сформулировал, не убивайте дипломатию, не признавайте Россию террористическим государством, вот, но поддержка Путина, она есть и здесь, и в Соединенных Штатах. Вернемся все-таки к моему вопросу, то есть перспективы нет, так не бывает, то есть, ну, никуда эта территория там какая-то шестая, седьмая часть суши не денется, и 140 миллионов человек не испарятся, что, как вы считаете, ждет Россию, ну, скажем, в ближайшие, там, 10-15 лет? Россия, как государство единое, не выживает, об этом говорила очень много Валерия Линишна Новодорская в своих лекциях, статьях, а государство должно быть компактнее. Империя в современном мире не выживает, не может существовать. На территории России образуются многие разные небольшие государства, несколько десятков, которые образуются так же, как это произошло при распаде Советского Союза. На самом деле, распад России это просто продолжение того процесса, который начался в 91-м году, распад империи. Просто большой кусок этой империи, недораспавшейся, остался, превратился в модель этой же самой империи и продолжает, ну, делает попытки выжить в форме империи. Это невозможно. Экономика не работает, изоляция, санкции, народ не любит Путина, повторюсь, не потому, что он делает вот эти варварские вещи, совершая военные преступления, а потому, что он совершает эти преступления неуспешно. Надо совершать преступления так, как совершал бы их там Гитлер. Понимаете, надо быть успешным, а поскольку он неуспешный, то он, значит, плохой лидер, но делает он, в общем, все правильно украинцев, правильно говорить, нету такого народа украинца, это просто вариант русских, ну, бред всякий, я просто не хочу повторять, вот, распад. Константин, огромное вам спасибо, не очень веселый у нас получился разговор, но как есть, так есть, то есть, есть оптимизм, оптимизм, Сергей, оптимизм связан с тем, что народ не исчезает, то лучшим обучающим процессом для общества, для народа является практика, даже не там холодильник в конкуренции с телевизором, а именно практика жизни, вот эти многие государства, которые образуются, там будут империи, там будет, я представляю себе на юге России, даю вам голову на отсечение, образуется государство, которое будет называться Российская Национальная там империя, вот, и во главе которого будут радикальные националисты, которые будут путать серпомолот со свастикой, то серпомолот, то свастику у них будет, но народ выживет, вот, то есть ничего печального в этом нет, это государство должно исчезнуть, оно потеряло право на существование, язык не исчезнет, культура не исчезнет, как не исчезла немецкая культура, но государство должно прекратить существовать. Спасибо, до встречи. Спасибо.